Сегодня мы начинаем вторую книгу. Как она называется? Шемот или Исход. Помните, что общая европейская такая нумерация и название книг, она идет из греческой, из Септуагинды. И в Септуагинде эта книга называется Эксодус, Исход. А первая книга как называлась? Генезис, да? Генезис, правильно, или переводится как Бытие. А еврейское название, еврейское название обязательно нужно знать, чтобы по тесту у вас будут вопросы. Да, первая книга как называется? Берешит, так, а вторая Шемот. Потому что еврейские книги идут и названия глав по ключевым словам первых строк. И поэтому называется Шемот, имена. Потому что начинается слово, вот имена сынов Израиля. Эле Шемот, бней, Исраэль. Также по содержанию своему. Если еще еврейское название первая книга носила, какая? Какое еврейское название по содержанию? Сефер Яшарим, или книга праведников. Потому что описывается история, скольки праведников? Четырех праведников, совершенно верно. Это про отцы Авраам, Исхак и Яков. И Иосиф. Хорошо. То здесь, эта книга по содержанию, называет Сефер Ецират Митсраим. Сефер Ециат, извиняюсь. Ециат Митсраим. По-арамейски Сифродема вкана. Ну, вот здесь, книга Демы, да? Фамилия Дема. Сифродема вкана. По-арамейски. И еще называют Сефер Га-Геула. Но более правильнее можно было бы назвать Сефер Галут Вегеула. Что такое Галут? Да, россияне знание там. Где евреи находились, и этому посвящены первые двенадцать глав. И дальше, что Геула, избавление. Итак, Эксодус, или Исход по-гречески, Шемот, традиционное название, а также Сефер Ециат Митсраим, или Сефер Га-Геула, или Сефер Галут Вегеула. И это описание того, как мы стали народом. Если первая книга говорится только о семье, как появились евреи, семья Авраама, даются родословные семьи Авраама, и говорится только о семидесяти людях, которые переселились в Египт. Кстати, если вы заметите, там есть разница, семьдесят, а в Новом Завете другая цифра приведена. Почему? Подумайте, почему. Хорошо. А эта книга говорится, как мы стали народом. Как мы стали народом. Учительное вообще происхождение еврейского народа. Почему-то, когда мы были рабами в Египте, мы народом не были. Мы не были нацией, даже не были национальным меньшинством Египетской империи. Но мы стали народом именно тогда, когда вышли из Египта. То есть, все обычные народы как происходят? Ну, какое-то племя завоевывает какую-то территорию, оседает на этой территории, смешивается с теми людьми, которые были раньше на этой территории, воспринимают общую культуру, религию и так далее. Появляется государство и появляется нация. Помните, нам давали определение, Марс и Энгельс, что нация – это группа людей, живущих на определенной территории, имеющих общую историю, культуру, язык и так далее. Еврея – удивительная нация, потому что из-за последнего лута эта нация не имела 2000 лет своей территории. Правда? Да, и сейчас за пределами территории живет больше евреев, чем в самом Израиле. И евреи не являются нацией в таком смысле, что у них общая культура. Если взять культуру евреев, правда? Совершенно разная. У разной. Даже сифарская, шкенавская культура отличается друг от восточных евреев. Тоже совершенно другая культура. Традиции различаются. Хотя есть, конечно, и нечто общее. И это нечто общее – это что? Тора. Тора и Божьи законы. Но опять-таки толкование этих Божьих законов, одни находятся в фарисейском таком толковании, традиционном толковании, другие, например, весьма свободно толкуют эти законы. Есть совершенно нерелигиозные. Поэтому сказать, что религия объединяет евреев. Даже есть евреи-буддисты, да? Есть евреи, которые в общении атеисты. И все равно они что? Остаются евреями. Евреи не являются расой. Потому что есть евреи белые, желтые, черные, да, а сейчас еще зеленые, голубые. Правда? И все равно они все остаются евреями. То есть есть что-то удивительное, что-то удивительное, что сплачивает еврею и помогло евреям сохраниться. И многие говорят, что то, что евреи существуют сейчас, это есть прямое доказательство Бога. Потому что без Бога, да, евреи не могли бы сохраниться. Многие народы, более сильные, имеющие большую территорию, и они расселивались среди других наций. Мы говорили даже, что Бог сохранит и восстановит колено Израиля в последнему времени. Таков Божий план и так записан у пророков. И я в это верю. И, значит, эта книга посвящена выходу нашему из рабства и формирования наших как наций. И здесь впервые появляется Божья Конституция. Божья Конституция, которая состоит из скольких параграфов? Из десяти параграфов. Совершенно верно. Записано на двух каменных таблицах. Некоторые говорят, что это было два экземпляра по экземпляру на каждой таблице. Некоторые говорят, что это было пять заповедей на одной таблице и пять заповедей на другой таблице. Да, с обеих сторон тоже, что можно сказать. То есть, фактически, мы не знаем, даже эти таблицы сейчас утеряны, но Тора мы сохраняем бережно, несмотря на все испытания. Поэтому, это еще книга о даровании Торы. О встрече с живым Богом. И можно так определить. Если взять план книги. Вот вначале говорится в первой главе об испытаниях народа Израиля, о геноциде. А дальше дается история Маше. Маше, он Мессия и Гоэль. Часть первая. Это Маше, Мессия и Гоэль. Это со второй главы по четвертую главу. С пятой главы книги можно назвать «История исхода». Песах. Песах. Потому что вначале говорит о подготовительной Мессии Маше, когда он перед Ироном представлял Бога. И это проявлялся через что? Как мы говорим, через казни. Через те испытания, которые посылал Бог. И затем, говорится, с 12 главы, непосредственно история Песаха. История выхода из Египта. Дом до конца 18 главы. С 19 главы это третья часть. Шавуот. Шавуот. Непосредственно дарование Торы о божьих заповедях, божьих законах, толковании божьих законов. И самая большая часть, эта четвертая часть, можно назвать Божье присутствие. С 24 главы 12 стиха и до конца книги. И здесь говорится так, как готовились египты к божьему присутствию. И это была не только подготовка скиньи, не только одежды, но и подготовка духовная, а также то, что происходило. То есть происходило освящение. Освящение. Освящение священников. Освящение всего народа. Кроме того, эта книга говорится об испытаниях. И мы видим, что Бог преднамеренно испытывал евреев. Для чего испытывал? Для того, чтобы укрепить их. Для того, чтобы сплотить их как народ. Для того, чтобы определить, будут ли они выполнять заповеди Торы или нет. 400 лет испытаний. В Египте, да? И десятин от этого времени, 40 лет испытаний, посвященных Богу. Очень интересно, да? Бог, видите, везде наблюдает принцип десятин. И когда говорим о испытаниях, тоже 10 испытаний евреев в пустыне, а также, видите, 40 лет блуждания, это было из-за чего? Из-за неверия. Из-за неверия. Но это будет объяснено в книге чисел. И центром кульминации является шауот. Шауот, то есть дарование Торы. И именно с дарованием Торы мы оформились как народ. Потому что мы получили политическое устройство. Это не просто была теократия, как власть священников. Это власть Бога. И небесная конституция. А законодательную власть Бог, да? А исполнительную власть уже осуществляли непосредственно люди, назначенные Моисеем и Аароном. Мы получили общественное устройство. Те заветы, которыми регулировалась вся общественная жизнь. Мы получили религиозное устройство. То есть те правила, которым регламентировалась религиозная жизнь. И самое главное, что мы включили завет с Господом. И этот завет, некоторые говорят, что завет Моисея перестал действовать после завета Ишуа. Так это или не так? Только то, что касается жертвенных частей, части храма. Но в действительности все те заповеди, они продолжают быть действительными и сейчас. А завет Ишуа только завет большей благодати. Но мы говорили, что благодать это вовсе не проявляется в желании нашим или нежелании делать заповеди, выполнять заповеди. Она проявляется только в большей возможности. Потому что мы имеем искупление, жертвы, Ишуа. И мы имеем очень много новых льгот. Но и выше, что? Ответственность. Чем больше дано, тем что? Больше спросится. Хорошо. Итак, первая глава. Недельная, так же, как и книга, называется «Шмот». Это исход с первой главы первого стиха по шестую главу первого стиха. Вы видите, что деление нормальное на главы не всегда совпадает на смысловые главы. И начинается. И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет с Якова. Пришли они, каждый со своим семейством. То есть здесь перечисляется. Сыновья Израиля, которые пришли в Египет. Кто здесь пропущен? Пропущен Иосиф. Потому что Иосиф уже был в Египте. Вот из-за этого. Когда мы видим, в одном месте сказано, что 70 человек. В другом там сказано, что 76 человек. То там имеется еще в виду люди, которые уже к тому времени были в Египте. И можно сказать, что эта часть недельная трава – это о Галуте. Основная тема – Галут. Что такое Галут? Галут – это колесо. Гулгалет – череп. Того, что он круглый. И получается, Галут – буквально качение. Качение. Куда вообще катиться легче? Вверх или вниз? Вниз, да? Поэтому в данном случае мы видим часто, что рассеяние, оно не укрепляло народ, а как сказать, ослабляло его. И говорят, что евреи, живя среди египтян, принимали многие обычаи египтян. И мы это видим. Они начали приняться золотому тельцу, тогда как бык, как вы знаете, Апис был живым воплощением Бога Египта. И так далее. Говорят, что то, что в них осталось, в любом еврее – это были их имена. И поэтому они являются ключевым словом. Иудаизм учит о четырех пленениях Галутах – вавилонском, ассирийском, греческом и римском, продолжающихся поныне. Несмотря на то, что государство Израиль образовалось, но вы знаете, где большая часть евреев все-таки живет? Да, вне Израиля. Да, самая большая. Община – это община Соединенных Штатов Америки. То есть сказать, что полностью Галут, закончился еще нельзя. С приходом Машеха, да, с вторым приходом, как я верю, некоторые думают, что с первым вопрос Галута будет разрешен. Это не значит, что евреи не будут жить за пределами Израиля. Да, вы понимаете. Но это значит, что мы, как нация, будем иметь Израиль, место, где будет сосредоточено Царство Божие. Точно так же, как Содом и Гамора были сосредоточены в Хамасах, да, греха. Точно так же, полюс – Израиль. И мы видим, что все страны будут служить Израилю. Не потому, что Израиль будет самым сильным и поработит все страны. Потому что все увидят славу и величие Бога. Мы этого еще сейчас не видим. И будет еще одно. Видите, мы говорили сейчас о церкви, и мы говорили о церкви, да, тоже мы живем сейчас в царстве кого? Исава. И церковь у нас, если вы посмотрите, характеристика – это церковь Исава. Хотя я вам скажу, гармоничная церковь, там, где есть и Исавы, и Яковы, правда? Такая церковь будет стабильна. Но мы видим, что в основном евреи, все-таки по большей части, если они находятся в каких-то церквях, они не проявляют себя как евреи, правда? Но будет происходить нечто удивительное, когда евреи займут то место, которое они должны в церкви быть по Божьему плану. Это не значит, что все церкви станут мессианскими. Но все церкви станут едиными и будут едиными. излучать любовь. А любовь истинная может прийти только через евреев. И это не значит, что евреи станут пятидесятниками, да? И это не значит, что остальные станут мессианскими. Мы как мозаика, как мозаика тела Мессии. Но евреи – именно тот орган, который даст полноту, полноту церкви. И это уже будет церковь Иакова и Исава, как единого человека. Но все-таки мы говорим, что что сделается с Яфетом? Он будет девшатрах Сима, да? А сейчас у нас церковь Яфета и церковь Исава. Я не ругаю вообще. Вы понимаете, я не говорю, что мессианские евреи – самые лучшие. Мессианские еврейские общины, я вам скажу сейчас, это временные. Придет время, скажет, который тут временный слазь. Кончилось в ваше время. Маяковского любите? Я люблю Маяковского, как поэта, не как политика, как поэта. Я люблю его стиль. Поэтому нельзя ни в коем случае приотноситься на кем-то другим. Бог создает какую-то другую, новую, не динаминацию, а, я не знаю, общину любви. Я еще не знаю, что это будет, но это будет. И я верю. И когда говорится о Писахе, это, как говорится, место выхода из рабства Митсраим. Митсраим – это двойное, получается, рабство, двойная узость. Потому что цар, мы говорили, цуры сосюда множественные, цурот – это узость, стеснение, угнетение. И даже в географическом плане мы видим, что это узкая полоса – вправо и влево пустыня. И даже не надо иметь особых охранников. Все равно никуда не убежишь. Правда? Это вообще чудо, что целый народ, несколько миллионов, ну, там 2-3 человека, взяв достаточное количество воды, могут перейти в пустыню. Если больше, то им нужна охрана, типа каравана. Но чтобы миллионный народ и не погиб в пустыне, нужно какое-то особое чудо. Правда? Но, с другой стороны, и это узость какая? Духовная узость, да? То есть Митсраим – это страна двойной узости. А Митбар, кроме значения пустыни, это у нас пустыня – это пустое место, в действительности это означает просторное место, степь – место выпаса скота. И еще слово Митбар имеет однокоренное со словом Медабер. То есть буквально говорильня. Бог что там? Говорил, говорил, говорил со своим народом. И обучал ее Торой. Поэтому мы видим еще различия между Израилем и между Египтом. Если в Египте орошение осуществлялось, ну, по крайней мере, река никуда не девается. Она может быть более полной, может быть, менее полной. Для орошения, может быть, больше потребуется усилий, меньше усилий. Конечно, хорошо, когда разлив хороший. Тогда можно больше урожая собрать. Но, в принципе, более или менее урожай гарантирован. И одним, вы помните, из божеств был сам Нил. И воплощение Нила, кстати, крокодил. И когда были казни египетские, казни поразили и Нил, как божество Египта. И когда евреи ушли в пустыню, они поселились в Сукке, в таких вот шалашах, которые были сделаны так, что даже можно было видеть звезды и любоваться величием Божьим. И вот в таком положении евреи находились 40 лет. Они были под полным Божьим обеспечением, что удивительно. Правда? Это было большое чудо. И когда они пришли в Эрес-Исраэль, Эрес-Исраэль – это страна, орошаемая Господом. Потому что сам по себе даже Иордан – это река, в общем-то, небольшая. Сейчас поставлены там какие-то плотины, которые регулируют потоки воды. Но фактически в Иордане что? Мало воды, да? И даже вот арабы постоянно жалуются, что до них вода не доходит. Потому что евреи все забирают на орошение. Помните, Иордан является храницей. Одна сторона находится в евреях, другая сторона находится в Транс-Иордане. Хотя это тоже территория Израиля предназначена для евреев. Ну, так получилось исторически. Израиль орошается зимой дождями, а остальное время – оросой или туманом. В зависимости от погоды. То есть, это удивительно. И евреи болятся о росе, да? Роса, которая сходит с неба. Вот это большое отличие. Потому что в Израиле, вы знаете, нету никаких ресурсов. Нету нефти, нету там железной руды, нету каких-либо там урана. Еще евреи, да, сельскохозяйственный народ были. А сейчас евреи, благодаря этому, занимаются компьютерами, да? Это вторая по величине страна в мире по обработке алмазов. Потому что евреи закупают алмазы из Южной Африки, да? Шлифуют и везут в Амстердам. Тоже большая еврейская община там была издана. Но, смотрите, все округи другие страны, они купаются в нефти. И нефть добывать сравнительно легко. Но для того, чтобы разбогатеть в Израиле, нужно применять определенные усилия. Правда? И сельское хозяйство тоже зависит от Бога. То есть полную Божью зависимость приходят евреи. И второй момент. Мы говорили о Галуте и о Гевуле. Гевула означает спасение. Спасение. Гоэль – это тот, который искупал своих родственников, проданных в рабство. И здесь уже говорится о теме Мессии. И о том, кто воплотил, я так сказать, телесно, да, Мессию в Машеха в то время. Кто это был? Маше, Маше, да? Он был Машехом. Хотя есть Амашех. Он выше Маше. Но, как говорят, он подобен Маше. Если возьмем Новый Завет, и в особенности Емады от Матфея, вы будете изучать, там прямые, есть параллели между Моисеем и Ешуа. И еще здесь говорится о сокрытии Божьего лица. В исходе 2 главы, 23-25 стих, там написано так. Услышал Бог стинания их, да, и вспомнил Бог Завет свой Авраамом, Ицхаком и Яковым, и увидел Бог сынов Израилей, и презрел, то есть обратил внимание, да, на них. А что вы думаете, раньше Бог не видел, не слышал? Да? У пророка Исаии, говорится, на небольшое время я скрыл лицо свое. То есть Бог скрывает лицо свое. И в данном случае он подвергал испытаниям не просто как садист для своего народа, но для чего? Для того, чтобы у них была нужда. Нужда в Мессии. Вот вы смотрите, на Западе сейчас христиане живут очень хорошо, да? И есть у них большое стремление к Богу. В особенности в Европейском Союзе считаются традиционно христианские страны. И из-за того, что сейчас такая вот, есть нужда у людей в святости, да? Вот и есть такая религия, которая посвящена очень сильно святости. Это какая религия? Ислам. Ислам, да? И поэтому на Западе очень многие становятся сторонниками ислама, потому что они ищут то, чего нету, да? Ислам – покорность. Покорность Богу. Но если сравнить качества, которые требует ислам, от тех качеств, которые требуют якобы христиане, то сравнение намного-намного не в пользу христианства. Согласны? К сожалению. К сожалению. И видите, еще есть Исаия, 6 глава, 9 стих. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не разумеете, очами смотреть будете и не увидите». Это такое усилительное выражение. Слушать, слухом, да? Видеть и смотреть – это что же одно слово? Это активное, активное такое значение. Например, Исаия 42, 20. «Ты видел многое, но не замечал. Ужи были открыты, но не слышал». И, наконец-то, Бог говорит, «Шма, Исраэль, да? Слушай, Израэль. Слушай, Израэль». То есть, нужно слушать не только глазами, но и сердцем внутренним своим человеком. 4 царь, 19 глава, 3 стих. «И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания и посравления действий, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерей, а нет сил родить». То есть, здесь, говорится, третья вот такая причина, да? Первая причина – это что мы говорили? Узость, узость, да? По которой евреи завопили первое узость, духовное и физическое. Вторая причина, что мы говорили? Сокрытие лица Господня. И третья причина – это говорится о родовых муках Мессии. Слышали такое положение? Родовые муки Мессии. То есть, приходит какое-то время, когда люди начинают вопить, как женщина, которая рождает, некоторые там даже харизмические динаминации, ну, просто дети балуются. Там берут мужчины, делают вид, кричат. Не об этом речь. Да? Когда женщина рожает и не может родить, это она уже кричит изо всех сил. Она не показывает что-то как. Это уже «спаси Господи», это уже предел всему, да? И нет сил родить. И Исаии дальше сказано, Исаия 66 глава 9 стих. «Доведу ли я до родов и не дам родить?» Говорит Господь. «Или давая силу родить, заключу ли утробу?» Говорит Бог твой. И можно сказать, что исход – это были роды. Правда? Это были роды нашего народа. И это происходит, когда исполняется полнота времени. Полнота времени. Вот. Например, у Даниила 7 глава 25 стих, Даниила 11 глава 24 стих. Ну, давайте возьмем Михея. Он оставит их до времени, доколе не родит, имеющие родить. И возвратится к сынам Израиля, оставшиеся братья их. Здесь есть определенные интересные вещи. Потому что, когда говорится о времени, о времени, да, употребляется слово «моэт». «Моэт» означает назначенное время, назначенный срок, определенная пора. И это очень похоже на то, что в римлянам 11 глава. Да? До времени. Пока что-то произойдет. Да? Помните, еврейский народ не потому, что он жестокий и упрямый, и Бог его забыл. Да? Не потому отошел от Бога. Но только все должны благодарны быть ортодоксальным евреям, да, все не евреи. За это. Правда? Парадоксально 11 глава римлянам говорит. Почему? Потому что иначе бы не пришли неевреи к Богу. Но теперь неевреи должны проявить такую активность, чтобы вызвать у евреев ревность по Богу. И вы скажите, когда неевреи проявляют активность в нееврейских традициях? Ну, Рождество, Пасха. Да, сильно, да, 1 мая. Сильно евреям захочется? Нет. Но когда неевреи будут в исполнении заповедей, да, еврейских праздников, будет проявлять рвение, то тем более евреи скажут, это наше, как же мы это не делаем, если другие делают это. И видите... Михея 5 глава 3 стих. Значит, определенное слово маэт, да? Маэт, назначенное время, назначенное время. То есть римлянам 25 глава. Можно говорить, если о времени, да, вот это, то можно говорить о чем? Именно вот об этом, в этом стиле. Помните, не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне всех, чтобы вы не мечтали, что ожесточение произошло у Израиля отчасти, слова до времени нету, пока войдет полное число язычников. Да? Вот. Значит, там нету ни числа, так? Нету до времени. Если вы посмотрите в вашей битве, это в скобках стоит, да? А в некоторых библиях даже без скобок стоит. И нет даже такого понимания, что войдет полное число язычников. Давайте посмотрим, что используется в оригинале. В оригинале, там не используется, нету слова число и нет числа полное. Слово ожесточение здесь, ну, не знаю я, как греческий, плохо знаю, по-ро-тас, 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 это отвердение, окаменение, огрубелость, бесчувственность, можно перевести как ожесточение. Итак, что случилось? Что случилось? Да, то, что с одним нашим братом. Он так располагался. Я, извините, я знаю, как вы говорите, да? Не буду. Это просто как пример. Вот что у него происходит сейчас? Он хочет служить, да? Он хочет служить, он знает, что будет служить. Но вот этот страх, этот страх, да, вызвал в нем вот такую окаменелость, да? Окаменел от страха перед ответственностью. И он говорит, я начну служить, только когда я выучусь. И никогда человек не выучится до такой степени, когда Бог скажет, ну, теперь можешь служить. Потому что еврейский принцип, если ты знаешь хоть одну букву, да, научи этой букве другого. Ну, вот это его сердце от страха, оно отвердело, я не обижаю никого. Отвердело, ожесточилось, да, стало бесчувственным, то есть как бы затерпло. Вот знаете, когда терпнет рука или нога, да, такое ощущение. Вот это слово именно имеется там. А затем, да, происходит плеерома. Плеерома, полнота, исполнение, выполнение. А также ладка или заплата. Вот это слово, которое переведено, как полнота, да? Вот можно перевести английским словом, кто знает программы компьютерные. Ну, у меня мышление. Я стараюсь перевести на свое время мышление патч. Патч с заплаткой, исправлением программы. У нашего брата программа испорчена. Надо ему поставить патч. Заплатку. Вот доходит до какого-то места, да, вот тут дефект. Программа дает сбой. И дальше не идет. И, говорит, Windows надо перезагрузить. Перезагрузить, да, и все опять по новой. Доходит до этого, опять. Ну, в общем, придется переформатировать. Да, переформатировать жесткий диск, да, и установить Windows заново. Либо можно сделать что? Патч. Заплатку. Я никого не обидел? Боже упаси. Я заранее извиняюсь. Я просто перехожу на вот это, да, и будет поставлена заплатка. И после этого откроется вся полнота. Полнота огромного нашего любящего сердца нашего брата. Понимаете? Но пока это заплатки не произошло, да, оно не имеет полноты. А что же будет этой самой заплаткой? Евреи, да, евреи, которые приходят, да, Яков, который приходит, да, в церковь Исаава и занимает его то место, которое Бог ему предназначает. Да, вот это, об этом говорит. А вовсе не о том, что закончатся времена язычников, а потом Бог откроет дверь для евреев, да? Совершенно не об этом. Хорошо. И Исаия 54 глава 7 по 13 стих говорит «Я сокрыл от тебя лицо мое на время». Когда человек болится, еврей, он чем закрывает лицо? Покрывалом, талитом, да? И вот говорят, что лица евреев до сих пор закрыты покрывалом, поэтому они не видят Иешуа, да? Но когда ортодоксальный еврей открывает свое покрывало, что увидит? Что увидит на лице ортодоксального еврея, когда он снимет свое покрывало? Да? Моисей, когда сходил с горы, да, он покрыл свое лицо, для того, чтобы оно не ослепляло людей своих сиянием. Вот что увидят все люди, когда евреи снимут покрывало со своего лица. Хорошо. Так, и вот интересно о рождении Мессии. Рождение Мессии Моисея очень похоже на рождение Мессии Иешуа. Вы помните. Да, кстати, на мгновение употреблено слово «рега», «рега» – мгновение. Мгновенно, внезапно, ежеминутно. То есть, это произойдет явление внезапно. Это сокрыло тебя на время. Там вот не на время, на маят, а на «рега», на одну секунду только. «Рега», «рега», говорят. Исаия 54, 7, 13. И раскрытие лица Божьего, как произойдет? Внезапно. Хорошо. Помните, что происходило в те времена, когда должен был родиться Моисей. Фараон издал указ убивать младенцев мужского пола. И две женщины отказались выполнять этот указ. И они помогали еврейкам рождать. Тогда приказал фараон всех новорожденных мужского пола бросать в Нил. И это очень похоже на ситуацию, которая происходила при рождении кого? Ишуа Мессии. И очень интересно, я опираюсь на лекции Фишера. Как Дэ Фишер он? Давид Фишер? Дэниел. Дэниел Фишер. И поэтому я вам буду рассказывать по его конспекту. Возрождение Мессии происходит сверхъестественным путем. Смотрите, исход 2 глава, 1-2 стих говорит. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что очень красив, скрывала его три месяца. Смотрите, здесь сказано, вошел он к своей жене. Или сказано, познал он свою жену. Да? Просто взял жену, женился, и она родила. А где же все вопросы зачатия? Опять-таки, в Библии нет ни одного лишнего слова, да? Ну, и нет ни одного нужного слова, которое было пропущено. Если какое-то слово пропущено, значит, возникают у нас какие-то догадки. Поэтому Мидраж говорит, что Бог сам родил Моисея. И это очень похоже на то, что Ишуа. Помните, что многие Мидражи, они подвергаются уже в христианские времена, как? Редакции, да? Поэтому, если говорить о Талмудах, если говорить о Мидражах Европы, то там вообще об Иисусе практически ничего не говорится. Но в тех странах Вавилонии, где христианства было мало, да, различные Мидражи сохранились. И вот интересно, что, оказывается, система непорочного зачатия, это давно известная евреям вещь, да? Я не говорю, что именно был Моисей зачат непорочно. Я говорю, что евреи это допускали. И если вам говорят, вот как это может такое произойти, извините, евреи 2000 лет назад, и даже больше чуть-чуть, в это что? Верили. Только потом, в противоположность христианству, они предпочли это забыть. Но книги сохранились. Вот. И Мидраж делает ссылку на Второзаконие, 26 главу, где говорится, что Израиль много претерпел и страдал во время исхода из Египта. И сказано там, Бог знал. И когда Бог знал, видите, знал, да, мы говорили, это о, говорится, мужчине и женщине и об их отношениях. Да? То есть, есть такое левицкое, Мидражское предположение, что Бог прямым образом родил Моисея. Хорошо. Поэтому, говорится, женщина зачала. И в Талмуде есть тоже ссылка, что это может ассоциироваться с ролью Божьего Духа. То есть, это звучало так. Женщина зачала посредством Духа Святого. И в Талмуде, так же, как в Мидраше, написано, что во время рождения Моисея, на месте, где происходило само рождение, было много света. И это опять напоминает о свете, как говорят, вифлеемской звезды. И мы не знаем точно, что это такое. Была вспышка сверхновой. Или был парад планет, который предстоит у нас в 2021 году. и который, не, 2000, извиняюсь, каком? Через три года, 11-м году. Да? Который некоторое связывает с концом света. Хорошо. И мы видим, что много света. Почему? Потому что он хорош, так говорят. И увидел, что он хорош. А первое, кто сказал о своих китов, это Господь, когда увидел свет. И видите, очень интересно, что говорится о чудесном спасении Моисея. Да? О чудесном спасении Моисея. И Моисей оказывается во дворце фараона. И говорится о формировании лидера Моисея. Да? Вначале он получил образование почти такое же, да, как фараоны, как дети фараона. Да? Он практически был приемным сыном, то есть принцем Египта. И прошло сорок лет. И прошло сорок лет. И он был возвышен. Но потом Бог что сделал с ним? Унизил. Вот представьте себе, вы профессор, академик, и вдруг вас заставляет пасти овец. Раби Ария Лейб из Гур подписывался так. Малый из Малых. Ария Лейб. Спросил ее сын, впоследствии Раби Авраам Мардыхай. Почему ты так подписываешься? Сынок, погоди. Когда будешь большой, будешь и ты подписываться. Малый из Малых Авраам Мардыхай. И так и случилось. И Моисей думал, что все его дела уже закончены. Я не буду говорить, что произошло с Египтяниным. Я вам коротко еще за пять минут пять отговорок Моисея. Когда Бог призвал его, первая какая отговорка была? Кто я такой, чтобы сделать это? Кто я такой, чтобы сделать это? И Моисей сказал, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывезти из Египта сыновой Израиля. Исход 3 глава, 11 стих. И Бог ответил, я буду с тобой. И дальше говорится о знамении. Еще интересно о знамении, которые они должны были сами сделать. Не само собой произойдет. А когда выведешь народ из Египта, совершите служение Богу на этой горе. Некоторые говорят, что Моисей говорил, отпусти народ мой. В действительности, что он говорил? Шалах эт ами. Шалах эт ами. Пошли народ мой. Для чего? Для того, чтобы совершить служение на этой горе. Вторая отговорка Моисея. Значит, я, первое, я сам ничтожество. Вторая отговорка, меня не поверят. Да? Вторая отговорка, мне не поверят. Сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израиля и скажу. Бог отцов ваших послал меня. И они скажут мне. Ну и как ему имя? И что сказать мне им? И здесь открывается величайшее откровение. Да, имя Божие. Эгье, ашер, эгье. Я буду тот, кто будет. То есть, Бог не только обещает Моисею быть вместе с ним, да? Но и дает ему свое имя. Дает ему свое имя. И согласно еврейской традиции, Моисея должен сделать три вещи. Освободить народ из рабства. Собрать народ из Галута в Эрис Исраиль. И установить царство Бога на земле. Выполнил ли эти функции? Моисей выполнил эти функции? Да. Он вывел народ из рабства. Он создал царство Божие. То, которое мог в то время создать. Да? Хорошо. И он привел народ в Израиль. Хотя вошли они уже без него. Еще две минуты у нас. Хватит? Время. Да. Третья отговорка. Да? Третья отговорка. Что? Он говорит. Значит, нужно было какое-то чудо. А если они не поверят мне и не послушаться голоса и скажут, не явился тебе Господь. И тогда, как свидетельство, да? Это являются чудеса и знамения, которые даровал Господь. Это как мандат с печатью. Четвертая отговорка. Вообще-то, я человек неречистый. Некоторые говорят косноязычный. Ну, не знаю. А вы знаете, что в конце у него такие речи были. Ниго речи записано, да? Дворим. Там уже точно видно, что Моисей за 40 лет пребывания в пустыне стал речистым. Так что, это отговорка, да. Он говорит, я человек неречистый, как вчера, так и третьего дня, и до сих пор. То есть, это семь отговорок. Я человек неречистый. Раз, как вчера два, так и три, третьего дня четыре, так и пять, с тех пор шесть. И когда заговорил ты, семь. То есть, как бы семь, семь раз. И говорят, что семь дней уговаривал святой, благословен он, Моисея. И вы помните, где эти семь дней были забраны потом? Когда пошел Моисей на гору, первых семь дней, да, он сидел, и Бог с ним не говорил. Да, и последняя отговорка вообще, без аргументов. Самая хорошая отговорка. Да, Господи, если ты можешь, пошли кого-нибудь другого. Ну, ты можешь, наверное, Господи. Ну, если уже не можешь, ну, если не можешь, ладно. Да, так и мы, по-другому.